Добрый день, уважаемые коллеги! Мы приветствуем всех присутствующих очно на нашем вебинаре и тем, кто подключился виртуально к нашему сегодняшнему вебинару. Наш Центр компьютерного обучения специалист ПримГТУ им. Баммана проводит вебинар по теме оформления кадровых документов, реквизиты, придающие документы юридическую силу. И с вами я, Светлышева Ольга Юрьевна. Несколько слов о нашем Центре. Мы на рынке находимся уже более четверти века. У нас более 800 тысяч выпускников, очень много корпоративных клиентов, 80 учебных классов в городе Москве, более 250 преподавателей, экспертов и более тысячи курсов, которые мы вам предлагаем. В том числе и по нашему направлению, по кадровому. Несколько слов о себе. Зовут меня Светлышева Ольга Юрьевна. Я являюсь кандидатом юридических наук и сертифицированным специалистом в сфере кадрового менеджмента, тактический уровень, а также членом Национального союза кадровиков. Много лет работала в HR, начинала с рекрутмента в HR и доросла до директора по персоналу в разных отраслях, поэтому имею представление. Я кадром делопроизводства, поскольку сначала я сама этим занималась, а затем курировала данные направления. Также есть опыт преподавания в высших учебных заведениях. На сегодняшний день я являюсь консультантом по вопросам HR-менеджмента и автором аналитических материалов. Пишу в кадровые журналы на специализированных HR-сайтах. Возможно, вы читали мои статьи. Провожу вебинары по проблемам управления персоналом, трудового законодательства и кадрового дела и в нашем центре. И участвую в тех мероприятиях, которые наш центр устраивает совместно. Например, в журнале «Кадровое дело» мы плотно сотрудничаем. Также являюсь разработчиком авторских курсов и семинаров. Вот такая схема прохождения курсов по кадровому менеджменту расположена на вашем сайте. Вы можете посмотреть, какие курсы есть по разным направлениям. Это направление оформления трудовых отношений в верхней части данной схемы и в нижней части курсы по управлению персоналом. Тема, которую мы будем рассматривать, она больше относится к оформлению трудовых отношений кадровой работы в современной организации 1, 2, 3 и 4 уровня. Но также тема будет интересна и управленцам, поскольку если документ оформлен неверно, неграмотно и на нем нет реквизитов, которые придают этому документу юридическую значимость или юридическую силу, то работодатель может пострадать, он может понести риск, например, в суде проиграть дело работнику, хотя вся процедура будет проведена верно, но неверно оформлены документы. Поэтому это очень важная тема, на мой взгляд. И вот такие тонкости, конечно, должен знать каждый и кадровик, и менеджер по персоналу. По окончанию следующие документы наши выпускники получают свидетельство нашего центра, сертификат на английском языке в электронном виде и на выбор либо диплом о профессиональной переподготовке, либо о профессиональной переподготовке получают те, у кого нет базового профильного образования. Для этого необходимо пройти 252 часа по нашему направлению и написать дипломную работу, а удостоверение о повышении квалификации получают те, кому нужно просто повысить свою квалификацию, уже есть опыт работы, соответствующие образования, и такое удостоверение выдается по прошествии 16 академических часов, то есть по любому курсу. Но эти часы не входят в дипломную программу. Сегодня мы обсудим с вами ряд вопросов, а именно мы выясним, что является документом, а что не является документом. Какие документы относятся к кадровым. Выясним, что такое юридическая сила документа и юридическая значимость документа, в чем разница между ними. В каких случаях требуется придание документа юридической силы. Как оформить документ, чтобы он имел юридическую силу. Каковы особенности реквизитов, придающих документу юридическую силу. И какие риски несет организация, если документ не имеет юридической силы. Вот все эти вопросы мы с вами и рассмотрим. Начинаем с первого вопроса. Что является документом? Любой ли текст, написанный на листе или в электронном виде, будет являться документом? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо опираться на нормативную базу. И сейчас я перечислю ту нормативную базу, на которую мы будем совмать. Итак, нормативная база. Нормативная база для работы с кадровыми документами состоит из нескольких видов, категорий, групп. А именно, согласно статье 5 Трудового кодекса Российской Федерации, основополагающим у нас является трудовое законодательство. К трудовому законодательству относятся Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, содержащие норму трудового права. Так сказано в статье 5 Трудового кодекса. Кроме трудового законодательства, есть еще государственные стандарты. ГОСТы. В частности, ГОСР6.30 2003 года, унифицированная система организационно-распорядительной документации, где перечислены в связи, предающие документы юридическую силу. И сравнительно новый ГОС 2013 года, ГОСР7.0.8 2013 года, СИБИП, дело производства и архивное дело термины и определения. Кроме того, мы можем обращаться к общероссийским классификаторам. Например, общероссийский классификатор управленческой документации, где перечислены коды различных видов документов. или ОКИН, общероссийский классификатор информации о населении, где также представлены информации, закодированные для работы в том числе и в программах для электронного документа оборота. И общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. В них перечислены коды различных должностей и профессий, которые мы должны указывать в случае, если предполагается наличие льгот или каких-то гарантий для данного конкретного работника. Ну и, конечно же, локальные нормативные акты, которые издает работодатель в рамках своей организации. Например, обязательными локальными нормативными актами для всех организаций без исключения являются правила внутреннего трудового распорядка, положение персональных данных работника, инструкция по кадрам производства – это желательный документ. В этом документе мы можем четко определить требования к введению кадровых документов, в том числе и перечислить реквизиты, придающие документы юридическую силу. Итак, что же такое документ? Я сейчас буду ссылаться на два ГОСТа государственных стандартов, где дано определение документу. Эти определения очень похожи, но одно покороче, другое по расширеннее, но смысл, в общем-то, примерно одинаковый. Итак, что такое документ? Первое определение дано в ГОСТе R708 2013 года, где сказано, что документ – это зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Вот они, основные три признака документа. Носитель бумажный или в электронном виде, информация и реквизиты. Если на бланке документа будет отсутствовать информация, то данный бланк не будет являться документом. Ну а если недостаточно будет реквизитов, тогда этот документ не будет иметь юридическую силу. И еще одно определение очень похожее. Дано в ГОСТе RISO 15489 2007 года. Это зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией или физическим лицом в качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности. Те же самые критерии – это носитель, информация, реквизиты. Вопрос второй. Какие документы относятся к кадровым? Итак, кадровые документы или документы по личному составу, они по-разному называются. Это документы, которые касаются трудовых отношений между работниками и работодателем. Этих документов много. Они имеют разный вид, и мы их разделим. Есть обязательные документы и документы, которые могут отсутствовать в организации. Обязательные документы для ведения во всех организациях, независимо от сферы деятельности, численности персонала и организационно-правовой формы. Например, трудовые договоры. Если работник вступает в трудовые отношения с работодателем, то тот должен заключить с ним трудовой договор. Итак, все виды документов мы разделим на следующие категории. Локальные нормативные акты или мини-законы организации. Обязательные, такие как, например, штатное расписание или правила внутреннего трудового распорядка. И с учетом специфики, например, положение о проведении аттестации или должностная инструкция. Разница заключается в том, что при проверке государственной инструкции труда или в случае судебного разбирательства суды обязательно будут запрашивать обязательные документы и требовать, чтобы они были в наличии и грамотным образом оформлены. И если этот документ будет отсутствовать, то за это полагается ответственность. Чаще всего это административная ответственность. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации статья 5.27. Документы с учетом специфики проверяющих могут не требовать, если это никоим образом не связано с какой-то деятельностью. Например, должностные инструкции, если будут запрашивать, можно объяснить, что вы не ведете должностные инструкции, поскольку они не являются обязательными. Нигде не сказано, что все организации должны разрабатывать должностные инструкции. А вот, например, если вы увольняете работника по пункту 3, у части 1, статьи 81, как непрошедшего аттестацию в связи с низкой квалификацией, несоответствующим и признанным несоответствующим занимаемой должности или выполняемой работе, вот в этом случае обязательно спросят, а вы проводили процедуру аттестации, подтвердите, пожалуйста, что у вас есть локальный нормативный акт, где четко прописаны эти правила. Итак, это локальные нормативные акты. Далее идут договорные документы. К договорным документам мы относим трудовой договор, соглашение к трудовому договору, договоры о полной материальной ответственности для определенных категорий работников, ученический договор и ряд других договоров, которые работник и работодатель заключают во время работы работника в данной организации. Третий вид документов – распорядительные. Эти документы работодатели создают для того, чтобы донести информацию до работников, и они носят распорядительный характер односторонний, например, приказы по основной деятельности и личному составу, распоряжения, указания и так далее. Четвертую группу документов составляют учетные документы, которые учитывают информацию о работниках, например, личная карточка работника или табель учета рабочего времени. И еще одна группа документов – информационно-справочные документы. Информационно-справочные документы, как правило, носят информационный характер и побуждают принимать какие-то решения. Например, докладная, служебная записка, объяснительная записка, заявление работника, акты, справки, протоколы и так далее. Это все информационно-справочные документы. Среди них есть обязательные, например, заявления работника с просьбой об увольнении по собственному желанию, в случае, если мы уволили работника, по пункту 3, части 1, статьи 77, инициатива работника. И необязательные, например, заявления работника с просьбой о предоставлении отпуска. Если у нас есть график отпусков, и мы уже предупредили работника не позднее, чем за 2 недели, о начале данного отпуска, ежегодного оплачиваемого отпуска. В этом случае заявление не требуется. Но если он пишет, то это необязательный документ. Вот у нас 5 видов документов, 5 групп видов документов. Локальные нормативные акты, договорные документы, распорядительные учебные документы и информационные справочные. Опрос третий. Что такое юридическая сила документа? И чем она отличается от юридической значимости документа? Давайте разбираться. Ну и, опять же, чтобы не быть голословным, мы ссылаемся на нормативную базу, а именно ГОСТ Р7.0.8 2013 года, СИБИД, делопроизводство и архивное дело, термины и определения. В этом ГОСТе даны определения юридической значимости и юридической силы документа. Итак, юридическая значимость документа. Это свойство документа выступать в качестве подтверждения деловой деятельности либо событий личного характера. Юридическая сила документа. Это свойство официального документа вызывать правовые последствия. То есть, если правильно, если у документа есть юридическая сила, то он может применяться. А в случае, если у него нет юридической силы, то те же самые суды не будут их рассматривать. Вопрос четвертый. В каких случаях требуется придание документу юридической силой? Эти случаи перечислены на экране, например, в случае предоставления документов в суд, в государственные органы по запросам, в государственной инспекции труда, в пенсионный фонд России, и в фонд социального страхования, в налоговую инспекцию, прокуратуру, в Роскомнадзор и другие государственные органы. Вместе с тем, порядок оформления таких документов проработан не четко. Ну, например, нет конкретных нормативных указаний о том, где на документе должен стоять оттиск печати. И если работодатель, организация прописывает это в своих локальных нормативных актах, например, в инструкции по кадровым делопроизводству, тогда все обязаны это соблюдать. На уровне Российской Федерации нет документа, который бы распространял свои действия на все организации. Нет, например, проработки, как он должен или не должен оттиск печати перекрывать подпись. Должна ли собственноручная подпись быть уникальной или может быть проставлена в виде смайлика, например, и в каких случаях документы должны утверждаться грифом, утверждая, а в каких приказах. Например, мы принимаем правила внутреннего трудового распорядка, утверждаем их. Вот что нужно делать? На самом документе гриф утверждения ставить или при помощи приказа. На самом документе ничего не указывать или написать, что утвержден приказ. Вот как это все оформлять? Нигде ничего не написано. Поэтому работодатель сам в рамках своих компетенций имеет право выбирать тот способ, который ему ближе. Следующий, пятый вопрос. Как оформить документ, чтобы он имел юридическую силу? На что нужно обратить внимание? Итак, судебная практика показывает, что удаются лишь те попытки выиграть судебные споры по формальным основаниям нарушения правил оформления документов, когда требования к оформлению документов абсолютно четко установлены законами, нормативными документами или соглашением с форон. Вот это очень важно. Потому что если это не установлено на уровне Российской Федерации и мы это не прописали у себя в организации, ну тогда и суд будет принимать решение, исходя из собственных каких-то там воззрений, да, и изучая все обстоятельства дела. Поэтому для работодателя очень важно установить эти правила у себя в организации при помощи локального нормативного акта. Юридическая сила документа может быть обеспечена, установлен для каждой разновидности документов комплексом реквизитов, то есть обязательных элементов оформления документов. Какие-то уже установлены, мы их должны выполнять, но какие-то не установлены, надо установить. Итак, формы документов. Есть унифицированные формы, входящие в систему первичной учебной документации по учебству до его оплаты. И там все реквизиты уже указаны. То есть тут уже придумать ничего не нужно, просто их нужно заполнять. А есть формы документов, не унифицированные, которые мы разрабатываемся настоятельно в рамках своей организации и утверждаем по смотрению работодателя. Вот как будет выглядеть. Например, унифицированной, утвержденной формой трудовой договора не существует, ну, общего, я имею в виду, для всех работников, поэтому в каждой организации работодатель разрабатывает эту форму. Или неустановленная единая форма бланка приказа. Поэтому каждая организация тоже разрабатывает свой бланк приказа. А вот, например, унифицированная форма Т2, личная карточка работника, она установлена. И согласно 12-му пункту правил ведения и хранения туда вот книжек, утвержденных в состоянии правительства в 2003 году, эта форма должна использоваться для всех работников абсолютно. И там все реквизиты есть. Госкомстат в 2004 году утвердил ряд унифицированных форм, в том числе по учету кадров. В пункте 1.1 они перечислены, начиная от приказа о приеме работника на работу и заканчивая приказом об увольнении работника о расторжении трудового договора. А в пункте 1.2 перечислены документы по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по отплате труда. Чаще всего эти документы ведут в бухгалтерии либо совместно к кадровой службы и бухгалтерии. Например, об учете рабочего времени или записке расчет о предоставлении отпуска работнику или о прекращении расторжения трудового договора. Вот пример, как выглядят эти реквизиты на бланке. Это унифицированная форма Т6, приказ о предоставлении отпуска. Вы видите, что здесь уже заложены все реквизиты, в частности, наименование организации, наименование вида документа, регистрационный номер, дата, текст документа, подпись руководителя организации, подпись работника и, собственно, раучно проставленная дата. Вот эти реквизиты должны быть заполнены. Если они не будут заполнены, то тут уже под большим вопросом, будет ли иметь документ юридическую силу или нет. Допустим, нет подписи работника. Все, здесь уже очень большой риск. Или дата. В постановлении Госкомстата Российской Федерации от 24 марта 1999 года номер 20 описан порядок применения унифицированных форм, где сказано, что если организация применяет унифицированную форму, то она может вносить дополнительные реквизиты. Например, в график отпусков мы можем внести дополнительный реквизит, который называется «Графа с графиком отпусков ознакомлен». И работники будут вставить свою подпись и дату, когда он ознакомлен. Но все реквизиты, которые уже имеются в унифицированной форме, мы не имеем права удалять. Например, у нас есть унифицированная форма Т-8, приказ о расторжении трудового договора с работником, увольнение. И в этой форме в самом низу написано «Мнение первичного профсоюзного организации учтено», у органа учтено, и даты, и так далее. Так вот, если у нас нет первичного профсоюзного органа, мы все равно не имеем права этот реквизит удалять, но все равно его оставляем. Просто не заполняем. Поскольку в этом постановлении сказано, что удаление отдельных реквизитов из унифицированной формы не запускается. Ну, а вносимые изменения должны быть оформлены соответствующим организационно-распорядительным документам. То есть, если мы вносим новую графу, страху и так далее, мы должны издать организационно-распорядительный документ, где написать, что в данную унифицированную форму вносятся такие-то изменения с такой-то датой и прикладывается как приложение данный документ уже обновленный. Как используется унифицированная форма? Все ли должны их использовать? Мы знаем, что с 1 января 2013 года с вступлением в силу федерального закона 402 о бухгалтерском учете организация, любая организация, за исключением государственных и бюджетных организаций, вправе разработать любой документ самостоятельно. То есть, мы можем не использовать унифицированные формы, но вместе с тем, когда мы разрабатываем свой бланк, обязательной к применению является форма учетных и речных документов, установленных федеральными законами. Вот пример. Например, кассовые документы в соответствии с информацией Минфина. При этом, в этом же 402 федеральном законе, в пункте 5 статьи 9, сказано, что формы первичных учебных документов утверждают руководители экономического субъекта. То есть, в переводе на язык трудового законодательства, это руководитель организации, он должен утверждать. По представлению должностного лица, на который возложено введение бухгалтерского учета. Как правило, введением бухгалтерского учета в организации занимаются главные бухгалтера либо финансовые директора. Именно они представляют все эти формы, а руководитель организации их утверждает. Формы первичных учебных документов для организации государственного сектора устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. То есть, для них обязательно применение офицированных. Какие обязательно бланки должны быть, в случае, если мы решили разрабатывать реквизиты бланка, извините, в случае, если мы решили разрабатывать свои формы первичной учетной документации. Это закон о бухгалтерском учете 402, где в пункте 2 статьи 9 сказано, что должно быть наименование документа обязательно, даты его составления, наименование организации, причем так как в учредительных документах в соответствии, вид документа, например, приказ, описание кадрового действия и величина его измерения в натуральном или денежном выражении. В случае приема на работу мы пишем, допустим, оклад, рейдную ставку и надбавку. Наименование должностей и ответственных лиц, их подписи с расшифровкой обратите внимание на последовательность. Сначала указывается фамилия, затем именциалы. Вот такой порядок. Вопрос шестой. Каковы особенности реквизитов, придающих документы и юридическую силу? Здесь нам потребуется ГОСТ Р6.30 2003 года, в котором перечислены все реквизиты, которые придают документы и юридическую силу. Их 30. Понятно, что в одном документе собрать все эти реквизиты не представляется возможным. Поэтому каждый документ содержит свой набор реквизитов. Как я уже сказала, с унифицированной формой все понятно, они уже заложены. Ну, а в нашем случае будем смотреть, какие же реквизиты есть. Итак, реквизит первый. 01. Это государственный герб Российской Федерации. Не все документы, не все организации имеют право пользоваться государственной символикой. Если у организации есть такое право, то государственный герб Российской Федерации помещает на бланках документов в соответствии с федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 года, номер 2, ФКЗ, о государственном гербе Российской Федерации. Следующий реквизит 02. Герб субъекта Российской Федерации. Его помещают на бланках документов в соответствии с правовыми актами конкретных субъектов Российской Федерации. Поскольку у нас есть три города субъекта Российской Федерации, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, то эти города также имеют право использовать государственную символику. Третий, эмблема организации или товарный знак, знак обслуживания. Если у организации есть такая эмблема, то ее тоже помещают. Вместе с тем есть регламентация размещения этой эмблемы в соответствии с законом Российской Федерации о товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров от 23 сентября 1992 года номер 3520. Четвертый реквизит – код организации. Его проставляют по ОКПО, Общероссийскому классификатору предприятия и организации. В момент регистрации каждой организации присваивается свой уникальный код. И именно этот код проставляется в документах. Пятый реквизит – основной государственный регистрационный номер юридического лица проставляет в соответствии с документами, выдаваемыми налоговыми органами. Шестой реквизит – идентификационный номер налогоплательщика и КПП представляет в соответствии с документами, выдаваемыми налоговыми органами. Реквизит 07 – код формы документа. Его представляют в соответствии с ОКОД, Общероссийскому классификатору, управленческой документации. У каждого документа есть свой уникальный номер. Именно у вида документа. Поэтому его поставляют. Восьмой – наименование организации. Оно должно соответствовать наименованию закрепленного в учредительных документах. Есть организации, которые имеют достаточно сложное наименование, и в наименование которых входят различные знаки. Знаки припинания, запятые, тире, кавычки и так далее. Вот все это нужно учитывать обязательно. Как писать слова, заглавные буквы, строчные и так далее. Все это нужно учитывать, так как написано в учредительных документах. Девятый – справочные данные об организации. Сюда входит почтовый адрес, номер телефона, ну и другие сведения по осмотрению организации. Например, номер факса, счетов банки, адрес электронной почты и так далее. Десятый реквизит – наименование вида документа. Наименование вида документа проставляем по ОКУД, Общероссийскому классификатору управленческой документации. И это наименование должно быть определено уставом или положением об организации. Одиннадцатый реквизит – дата документа. Практически во всех документах этот реквизит присутствует, и он очень важен. Это дата его подписания или утверждения. Например, дата оформляется либо цифровым способом, либо словесно-цифровым. Если мы говорим о цифровом способе, то ни одной буквы здесь нет. Он оформляется следующим образом. День двумя цифрами, разделены, все эти разделы разделены точками, месяц двумя цифрами, год четырьмя. Например, сегодняшнюю дату можно определить как 21.05.2016. Ну, и здесь другая дата. Либо можно писать цифровым способом в обратном порядке. И западные организации у них в обычаях кадрового делопроизводства и вообще делопроизводства написание начинается с года. 2016.05.20. Допускается словесно-цифровой способ. Когда месяц мы пишем словом и тогда в конце года ставится буква «Г». Например, 20 мая 2016. «Г». Следующий реквизит называется регистрационный номер документа. Документ регистрируют для того, чтобы сохранить этот документ, чтобы было сохранено, чтобы легко было его найти и чтобы можно было определить по более короткой информации, нежели составлять, допустим, наименование документа. Как правило, регистрационный номер состоит из порядкового номера, допустим, приказы регистрированы в журнале и указываем очередной порядковый номер, который можно дополнять по усмотрению организации индексом дела по номенклатуре делу. Индекс дела по номенклатуре дел состоит из двух цифр. Это из двух чисел, наверное, вот так, правильно, из двух номеров. Первое – это код подразделения, где хранится документ по штатному расписанию. Мы первое штатное расписание смотрим, а дел кадров, допустим, 0,3, указан 0,3. И через дефис номер дела, допустим, 0,5. 0,3, 0,5 – это пятое дело, которое хранится в отделе кадров. Через слыш можно добавить порядковый номер. Это номер конкретного документа. Тринадцатый реквизит. Ссылка на регистрационный номер и дату документа. Эта ссылка включает в себя регистрационный номер, дату документа, на который должен быть дан ответ. Следующий, четырнадцатый реквизит. Место составления или издания документа. Не на всех документах указывается данный реквизит. Мы его указываем в том случае, если затруднено его определение по реквизитам наименования организации и справочные данные об организации. Например, у нас приказ наименования организации московский, городской и так далее. Понятно, что здесь не следует указывать место составления, потому что это Москва. В случае, если в названии организации нет ссылки на местонахождение, в этом случае можно указать адресат, пятнадцатый реквизит. Это организации или их структурное подразделение, должностные или физические лица, кому адресован данный документ. Шестнадцатый гриф, гриф утверждения. Гриф утверждения может быть в двух видах. Первый называется прямой гриф, когда непосредственное должностное лицо, например, руководителя организации, ставит собственноручную подпись и дату. Это называется прямой гриф утверждения. Причем, обратите внимание, слово утверждаю пишется без кавычек за главными буквами. Также можно центрировать по отношению к самой длинной строке. Например, вот так оформить. Вот таким образом. Это прямой гриф утверждения. Косвенный гриф утверждения оформляется тогда, когда документ утверждается другим документом. Например, правила внутреннего трудового распорядка утверждаются посредством приказа или протокола, или письма. Это косвенный гриф, и тогда подпись непосредственного руководителя не нужна, требуется только ссылка на этот документ. Например, утвержден решением общего собрания акционеров дата и номер этого документа. Итак, прямой и косвенный гриф утверждения. Резолюция. Еще один очень важный реквизит под номером 17, потому что от этого реквизита зависит дальнейшее действие. Резолюцию проставляет, как правило, руководитель никаких документов, как заявления, служебные, докладные записки. То есть это посыл к исполнителям, что нужно делать. В резолюции указывается фамилия, инициалы исполнителей, обратите внимание на последовательность, сначала фамилия, потом инициалы, затем, собственно, само поручение, например, прошу подготовить проект приказа, приеме на работу Иванова Ивана Ивановича в отдел кадров начальником и срок к 20.05.2016. Подпись и дата. Вот таким образом оформляются резолюции. 18-й реквизит. Заголовок к тексту. Он включает в себя краткое содержание документа. Например, приказ о чем? Приказ о предоставлении отпуска работнику. 19-й реквизит. Отметка о контроле исполнения документа. Обозначается буквой «К» словом или штампом контроль. Если в документе… Извините. Значит, в документе должен быть текст обязательно, информация, да? Текст документа можно оформлять в разных видах, например, в виде текста, анкеты, таблицы или смешение этих видов. Составляют кадровые документы на государственном языке Российской Федерации или на государственных языках субъектов Российской Федерации. Если в документе есть приложение, то оно оформляется отметкой о приложении. И выглядит это следующим образом. Допустим, в приказе, приказ о внесении изменений в штатное расписание или подтверждение штатного расписания. Приложение двоеточие на пяти листах в двух экземплярах, ну, или в одном экземпляре. Или если несколько приложений, то они нумеруются. Приложение двоеточие. Первое положение структурного подразделения на пяти листах в одном экземпляре. Второе точка штатное расписание на семи листах в двух экземплярах. Еще один реквизит, 22-й, называется «Подпись». В подписи указывается наименование должного основы лица, подписавшего документ, личная подпись этого лица, расшифровка подписи, инициалы, фамилия. Сначала указываем инициалы, затем фамилия. Пример. Генеральный директор, ООО «Компания», личная подпись и инициалы, фамилия. Если на бланке, то мы не указываем наименование организации, просто «Генеральный директор», «Подпись» и расшифровка. Второй пример. Если документ требует подписания двумя должностными лицами, то их подписи располагаются в соответствии с иерархией, установленной в данной организации. Выше идет подпись более статусного лица, затем менее статусного лица. Пример. Генеральный директор, затем подпись бухгалтера. В случае, если должностные лица равные по статусу, то их подписи располагаются на одном уровне. Например, киносовый директор, директор по персоналу на одном уровне рядом. Двадцать третий реквизит – гриф «Согласование документа». Есть прямой гриф и косвенный. Гриф «Согласование» состоит из слова «согласовано», без кавычек, за главными буквами. Затем указывается наименование должности, подпись, расшифровка подписи и дата. Прямой гриф требует наличия подписи. Или центруется вот таким образом. Косвенный гриф «Согласование» оформляется посредством другого документа. Например, «Согласовано протоколом общего собрания акционеров, дата и номер». Здесь личной подписи не требуется. Двадцать четвертый реквизит – виза «Согласование документа». Она включает в себя подпись и должность визирующего документа, расшифровку подписи, инициалу, фамилию и дату подписания. Например, «Руководитель отдела кадров, подпись и расшифровка». Двадцать пятый реквизит – оттиск печати. Он заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на именных документах, предусматривающих заверение подлинной подписью. Документы заверяются печатью организации. Очень часто путают такие понятия, как «штамп», «штемпель», «печать», «фоксимили». Давайте разберемся. Итак, что такое «штамп»? Он тоже переводится как «печать», но при этом «штамп» является особой разновидностью печатной формы и служит для производства оттиска на документах. Главное его отличие состоит в том, что форма штампов произвольная. Может быть, круглая, прямоугольная, квадратная, ну и так далее. «Фоксимили» – это печать, оттиск которой воспроизводит подпись официального лица. «Фоксимили» можно ставить на тех документах, которые не должны быть представлены в каких-то соответствующих органах и для документов, которые не имеют особого значения. Например, «фоксимили» можно ставить на письмах, на благодарностях, грамотах и так далее. Важные документы на актах не рекомендую, на приказах тоже не рекомендую и, как гриф утверждения, тоже не рекомендую. Почему? Потому что «Фоксимили» – это, собственно говоря, печатная форма. То есть ей могут воспользоваться любой человек. Вот я взяла «Фоксимили» другого человека и проставила. Поэтому такое поставление «Фоксимили» на таких документах не придают документу юридическую силу. И любой может спросить и судья, и проверяющий, как вы докажете, что именно тот самый конкретный человек поставил это «Фоксимили», а не кто-то другой. А собственноручная подпись, она может подвергаться экспертизе, и эксперт-дрофолог, он может установить, принадлежит ли это руке данного человека или нет. Поэтому «Фоксимили» для серьезных документов не используется. «Штемпель» – это печать, проставляемая почтовыми работниками почтовых отправлений. Вот она разница штамп, «Фоксимили» и «Штемпель». Теперь что такое печать? Чем же печать отличается от всех остальных печатных форм? В соответствии с ГОСТом R51511 2001 года, печать – это устройство, содержащее клише печати для нанесения оттисков на бумагу. Имеет круглую форму. Печать всегда круглая. Итак, вот то, что мы здесь видим, это оттиск печати. Вот это клише печати, а печать – это целое устройство. Итак, клише печати – элемент печати, содержащий зеркальное отображение оттиска печати. Клише печати может быть резиновым, каучуковым, может быть металлическим. Основное предназначение печати – это заверение подлинности подписи должностного лица на документах в соответствии с ГОСТом R630 2003 года. Какие бывают печати? Гербовая печать, ее используют организации, которые обладают правом использования государственной символики в соответствии с федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 года номер 2 ФКЗ по государственной гербе РФ. Остальные организации, которые не имеют такого права, они пользуются основной круглой печати организации. Может в организации существовать еще печать обособленного подразделения, филиала, представительства, если есть такой филиал представительства. При этом на такой печати она полностью может повторять отиск печати организации, но при этом должно быть обязательно указано, что это все-таки филиал или представительство. Также организации имеют право использовать дополнительные печати, такие как печать для справок или печать отдела кадров или какие-нибудь подобные. Но статусы у них разные будут, да, у этих печати. И индивидуальная печать, например, печать адвокатского кабинета или печать врача или печать индивидуального предпринимателя, которыми данные лица имеют право заверять конкретные документы. Теперь вопрос о том, как должен выглядеть отиск печати. Есть национальный стандарт Российской Федерации, который называется печати, мастичные, удостоверительные. В них приведены формы, размеры, технические требования к ним 2003 года. На каких кадровых документах проставляется отиск печати? Документ может оформлять взаимно права и обязанности работника и работодатель, например, трудовой договор может содержать отиск печати. В трудовой книжке обязательный отиск печати в определенных случаях, согласно инструкции по заполнению трудовых книжек. И документ или его копия удостоверяют факты или права работника, например, справка о работе, либо копия в трудовой книжке. Обратите внимание, что внутренние документы работодателя, например, приказы по личным составу, заверения печати не подлежат. Теперь наболевший вопрос, как же располагать отиск печати на документе. Поскольку у нас нет единого подхода, распространяющегося на все организации, давайте поразмышляем, как правильно это сделать. Общепринято, чтобы печать захватывала часть наименования должности, оставляя открытой для прочтения личную подпись должностного лица и ее расшифровку. То есть вот таким образом, когда печать проставляется на подпись, не рекомендуется ставить отиск печати, потому что в противном случае мы можем не разобрать то, что написано на самой печати, и можем не разобрать, чья это подпись. Даже графологи этого могут не установить. Поэтому рекомендуется делать именно таким образом. Есть ряд документов, которые распространяются на определенные организации. Например, государственная система документационного обеспечения управления основными положениями, общие требования к документам, где написано, что это так нужно делать, или инструкция по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. От 5 июля 2008 года номер 107. Но этот документ распространяется только на органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации. Остальные организации могут утвердить этот порядок у себя в локальном нормативном акте. Возвращаемся к ГОСТу R6.30 2003 года. И у нас остались еще 5 реквизитов, о которых мы поговорим. Реквизит 26. Отметка о заверении копии. При заверении копии проставляет заверительную надпись «Верно», должность лица заверившего копию, личную подпись, расшифровку подписи инициалы фамилии и дату заверения. Пример. Верно. Начальник отдела кадров. Подпись. Решифровка. Дата. Допускается копия документа, заверяя печать определяемого по рассмотрению организации. Например, копию трудовых книжек можно заверять печатью отдела кадров. Двадцать седьмой. Отметка об исполнителе. Отметка об исполнителе включает в себя инициалы фамилии исполнителя документа и номер его телефона. Как правило, эту отметку располагают либо на лицевой стороне, либо на оборотной стороне, в левом нижнем углу. Например, инициалы фамилии и номер телефона. Двадцать восьмой. Реквизит. Отметка об исполнении документа и направлении его в дело. Данный реквизит включает в себя ссылку на документ и номер документа, свидетельствующего его исполнения, или при отсутствии такого документа краткие сведения об исполнении. Слова в дело, номер дела, в котором будет храниться документ. Дубль. Это, видимо, для тех, кто не понял с первого раза, продублировала. Двадцать девятый реквизит. Отметка о поступлении документа в организацию. Данный реквизит содержит очередной порядковый номер и дату поступления документа. И еще есть тридцатый реквизит – идентификатор электронной копии документа. Им является отметка, колонн-титул, проставляемый в левом нижнем углу каждой страницы документа, и содержащий наименование файла на машинном носителе, дату и другие поисковые данные, устанавливаемые в организации. Мы с вами перечислили все тридцать реквизитов, перечисленных в ГОСТе R6.30 2003 года, но это еще не все, потому что в этом же ГОСТе есть и требования к бланкам документов. Требования следующие. Предполагается наличие двух бланков – это угловой и продольный. Угловой, когда реквизиты сосредоточены слева сверху, продольный, когда они расположены сверху вдоль. Пример. Пример углового расположения бланка реквизита и пример продольного расположения реквизитов на бланке. Примером продольного расположения являются практически все унифицированные формы, документы по учету труда и его оплате. Они расположены там. Седьмой вопрос. Какие риски несет организация, если документ не имеет юридической силы? Ну, здесь очень просто, потому что если работодатель участвует в судебном разбирательстве в качестве ответчика, то в этом случае судья потребует предоставления документов, доказывающих правоту работодателя. И это будет перечень документов, которые мы должны представить. Если мы представляем, предположим, приказ о приеме на работу работника, но он подписан не руководителем данной конкретной организации, а, скажем, его заместителем, а у нас нет документа, при помощи которого руководитель передает эту свою функцию, свои полномочия данному заместителю, то данный приказ не имеет юридической силы. Или мы принимаем на работу генерального директора и не проверили его на дисквалификацию, то есть запрет заниматься определенной деятельностью в течение какого-то времени, а он был дисквалифицирован, то все документы, которые он подписывал, они не имеют юридической силы. Таким образом, вот один единственный реквизит, подпись, он может навредить работодателю в случае, если он будет неграмотно оформлен. Итак, мы с вами обсудили следующие вопросы. Мы выяснили, что является документом, какие документы относятся к кадровым, выяснили разницу между юридической силой и юридической значимостью документа, в каких случаях требуется придание документу юридической силой, как оформить документ, чтобы он имел юридическую силу, перечислили реквизиты, которые придают документу юридическую силу и выяснили, какие риски несет организация, если документ не имеет юридической силы. Я вам сейчас предлагаю проверить наши знания. Итак, давайте проверим наши знания. Вопрос первый. Документ – это зафиксированное на носителе. И дальше три варианта ответа. Система кадровой документации. Ответственность за соблюдение правил введения кадрового делопроизводства или информации с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Вы выбираете третий вариант. Документы – это зафиксированные на носителе информации с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Все верно. Второй вопрос. Какие составляющие могут не входить в гриф утверждения документа? Слова «Утверждаю», «Утвержден», «Утверждено», наименование должности лица утвердившего документ и дата утверждения. Какой вариант выбираем? У меня совсем другое. Я хотел вас спросить. Я отвечу на ваш вопрос. Минуточку. Давайте так. Сначала вы ответите на мои вопросы, а потом я отвечу на ваши. Хорошо? Итак, варианты ответа. Верно. Наименование должности лица утвердившего документ в каком случае может не входить в гриф утверждения? Если гриф утверждения, то есть утверждается другим документом, тогда наименование должности лица не требуется. Третий вопрос. В состав реквизита подпись входит личная подпись, расшифровка подписи, дата. Какой правильный ответ? Кто у нас был внимательным? Личная подпись. Личная подпись «Да» и расшифровка подписи «Да». А дата – это отдельный реквизит, который имеет свои требования и оформление. Четвертое. Ага, вот об этом я вам не говорила. Но мы сейчас посмотрим, как хорошо вы найдете ГОСТ, 6.30. Левое, верхнее и нижнее поля бланка документа должны быть не менее 10, 15 или 20 миллиметров. Я ссылаюсь на ГОСТ. А в ГОСТе сказано, что левое, верхнее и нижнее поля бланка документа должны быть не менее 20 миллиметров. Все правильно. А правое – 10 миллиметров. Поэтому мы выбираем правильный ответ – 20 миллиметров. И это правильный ответ. Какой вариант бланка документа не предусмотрен? Угловой, продольный или диагональный? Диагональный, есть угловой и продольный. Совершенно верно. Итак, мы с вами обсудили вопрос, который касается и относится к четырем уровням курса кадровой работы в современной организации. Эта схема есть у нас на сайте. Если кому-то интересно, можете изучить. Я напоминаю, что по окончании наших курсов вы можете получить свидетельство об окончании курса, сертификат на английском языке в электронном виде, диплом о профессиональной переквалификации и удостоверение государственного образца о повышении квалификации. Я благодарю всех присутствующих. Мы вас приглашаем в наш центр. Мы всегда рады вас видеть. Продолжение следует...